Он рассказал губернатору, что самый востребованный сегмент сегодня гостиницы с тремя звездами. В них в основном раскупают номера повышенной комфортности и люкс. По словам Сергеева, для большего притока туристов к началу курортного сезона расширят также географию авиа и ЖД-перевозок. В свою очередь Александр Ткачев обратил внимание мэра также на состояние пляжей и чистоту на улицах города. Анапа все-таки ключевой город в жизни нашего края. Живет более 100 тысяч человек. Безусловно, это курортный город. Со всех объектов Российской Федерации приезжают гости и, конечно, дают оценку. Каждый день оценку, прежде всего, власти города и края. Особенно хочу обратить внимание на состояние пляжей. Естественно, их благоустройство, чистота. Я знаю, что эта работа достаточно прилично поставлена, но тем не менее, когда такое количество людей, я знаю, что порой тяжело следить. Поэтому надо усилить и контроль, может быть, если надо добавить людей, но город по-прежнему должен быть благоустроенным, быть чистым. В 2014 году в Анапе отдохнули больше 4,5 миллионов человек. В этом сезоне гости рассчитывают принять еще больше, рассказал Сергеев. Однако вместе с ростом числа туристов увеличивается и нагрузка на коммунальные сети. Особенно городских властей беспокоит проблема с энергоресурсами. В прошлом году все светильники на улицах курорта оснастили специальными сберегающими устройствами. Это позволило сократить потребление электричества практически на 30%. Благодаря этому аварийных отключений света стало значительно меньше. Но полностью решить вопрос с дефицитом электроэнергии так и не удалось. Единственный вопрос, который очень беспокоит, но мы решаем с вашей помощью эти проблемы, это, конечно, энергообеспечение, водообеспечение. Потому что такое увеличение количества отдыхающих, которое было в прошлом году, и мы планируем в этом, оно потребует от нас, ну, наверное, в ручном режиме управлять электроводоснабжением. Мы об этой проблеме с вами неоднократно не возвращались. Она требует больших капитальных положений. И, к сожалению, быстро не решить ее. Но, тем не менее, хочу заверить вас, что мы не оставим город один на один за дефицитом по электроэнергии. Край будет и дальше софинансировать жизненно важные для города программы, пообещал Александр Ткачев. В том числе поддержит регионы строительства в Анапе канализационного коллектора. Его протяженность составит практически 11 километров. Это позволит разрешить существующую проблему. Кроме того, появятся запасные мощности для дальнейшего строительства новых пансионатов.